Друзья, всем привет! Сегодня видео будет такого плана, почему мне так нравятся растения. Многие задаются таким вопросом, что же в этом такого и как можно на них тратить столько своего драгоценного времени и финансов и вообще надо ли оно. Многие даже считают растения полисборниками и говорят, что вот эти всякие этажерки и горшочки кашпо невыносимо просто глазу. Представляете? Да-да, бывает и такое. Нам их не понять, а им нас не понять. Я и хочу рассказать, чем же меня так привлекают растения. Но представьте себе, во-первых, что мы еще в школе проходили по школьной программе, что растения поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Я хочу дышать свежим, чистым, полезным воздухом. Также многие растения поглощают и избавляют воздух от формальдегидов. То есть это такие вещества, тоже поясняю для тех людей, которые удивляются, почему же у нас в комнате и вообще мы, садоводы, растеневоды, увлекаемся растениями. Я думаю, им тоже неизвестно вот это все, да. Эти вещества содержатся в коврах, в линолеуме, в покрытии для пола и других различных материалах. И вот наши растения, такие как хлорофитум, например, делают нам вот такой вот подарочек в виде чистого воздуха. Вот так вот. Также есть растения, которые не только днем, например, поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Но есть такие же растения, которые также работают и ночью. Например, те же орхидеи или же саккуленты. Вот так вот. Поэтому, если вы хотите хороший сон, можете парочку разместить у себя в комнате, в спальне. Ну, конечно же, если у вас стабильная психика. Потому что, если нет, то фелинопсисы вам не подойдут. Вы еще больше устанетесь и будете агрессивны с утречка. Прям пойдете на работу уже, как говорится, не с той ноги. Поэтому этого делать не нужно. Следующее, почему лично я развожу растения, потому что я просто люблю вокруг себя все красивое. А растения, созданные природой, это вообще, это просто невероятные, шедевральные, космическое, волшебное, бомбическое. Я могу много-много еще вам говорить. На мой взгляд, творение природы. Вот так. Даже творение творца. Вот. Так будет лучше. Поэтому я окружаю себя только вот такими красивыми растюшками, чтобы наслаждаться ими. И также, чтобы у меня вот не было, как у некоторых, например, по осени депрессничок наступает, да, начинается. И они не знают, что же делать. Многие валерьяночку пьют, кто-то даже таблеточки каким-нибудь употребляет. Кто-то к рюмочке прикладывается. Я вот это всего не хочу. Мне лучше вот на растения посмотреть, на мои прекрасные фиалочки, да, которые цветут у меня на подоконнике. Или же просто на этаже жирки, вот эта вся-вся зелень. И я рада и довольна. Также, кстати, научно уже доказано, и ученые доказали, что именно растения снимают нам больше всего штресс, да. Поэтому вот имейте в виду, заводите растения хотя бы по 2-3 цветочка себе в комнату, и уже будет лучше. И да, у кого растения в доме не меньше 20 горшочков, не меньше 20 кашпо, те люди на 60-70% меньше болеют. Поэтому вот тоже такой научный факт. И еще один научный факт я вам могу привести, что офтальмологи также говорят, если у человека растения в доме, они чаще видят зеленый цвет, цвет перед глазами, то у них тоже меньше проблем с глазками. Поэтому вот по этой причине тоже я люблю растения. Ну вот как-то так. Растения успокаивают. Растения дают вдохновение, умиротворение. Растения придают интерьеру нашему законченность, так скажем, да. Потому что бывает, иногда смотришь так в квартире или в помещении находишься и думаешь, что-то не хватает. Вроде и там что-то стоит, и там и вазочка какая-нибудь стоит, и шкафчик вроде неплохой, да, люстра висит. Но что-то не хватает. Вот именно растений и не хватает. Поэтому задумайтесь об этом. Ну, я думаю, что я достаточно ответила, понятно, таким людям, которых интересует, чем же нас так привлекают растения и вообще вся вот эта зелень. Поэтому делайте выводы. Может быть, кто-то поменяет свое мнение, свои взгляды на жизнь, захочет себя окружать красотой, захочет улучшить свое здоровье и здоровье своих близких, своей семьи. Спасибо всем за просмотр. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok